Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами Леонидов Владимир. И сегодня мы нарисуем вот такой вот шар, в котором плавает туча и сверкает молниями. Идею урока я позаимствовал, скажем так, на стороне, где автор исполнял его в векторном редакторе. Мне было интересно, можно ли такое же нарисовать и в векторе, или хотя бы аналогичное. Больше всего меня здесь волновала туча. Можно ли тучу нарисовать в векторе, более-менее реалистичную. Давайте начнем. Итак, для начала нам необходимо подготовить мазок для художественного оформления, для режима кисть. Так, давайте первым делом нарисуем четырехугольник, побольше. Он у нас будет белого цвета. Затем сделаем копию. Копия у нас будет синяя. Еще одна копия. Голубая. И еще одна копия. Белая. В принципе, можно было бы обойтись и без голубой, но... Я решил сделать с промежуточным цветом, с голубым. Теперь от каждого объекта к следующему мы создаем перетекание. Аккуратно вот здесь вот ловим. Два. И вот здесь три. Абресы убираем. Так, вот здесь вот тоже абресы убираем. И это будет наша заготовка. Теперь мы должны сохранить эту заготовку как кисть. Сохраняем. И у нас это будет уже девятая кисть. Ну, точнее у меня. Теперь, если мы захотим что-нибудь ей нарисовать... Так, ну, это вот так, да? То у нас... Все, в принципе, получается. Теперь мы нарисуем тучу. Одним из самых простых способов. Это... Рисование нескольких эллипсов. Затем их объединение. И удаление лишних узлов. Лишнее у нас здесь это... Те узлы, которые внутри находятся однозначно. И вот здесь вот по сторонам. И... Те, которые не влияют на кривизну. Вот здесь вот, например. Здесь, здесь, здесь. Так, можно и здесь. Давайте закрасим пока что в черный цвет. Потом посмотрим. Изменить или оставить его. А здесь цвет посветлее оттенок серого. Немного можно сдвинуть узлы. Так, вот здесь вот еще удал лишний. Давайте его уберем. Так, вот сюда. И создадим... Перетекание. Так, видно, что слишком она у нас черная. Давайте посветлее. Создаем перетекание. Убираем абресы. Аналогичным образом рисуем еще несколько тучек. Далее мы выделяем все объекты. И нажимаем команду создать границу. Вот она. Применяем заливку сетки. Сразу же удаляем пересечение, которое у нас здесь есть. Так, все узлы у нас будут черными. Но видны будут только те, которые расположены посередине тучек. Ну, например, вот здесь вот. Раз, два. Так, теперь вот здесь вот. Два. Здесь. Здесь узел. Периодически их надо будет осветлять, чтобы их было видно. Потом мы изменим степень их видимости. Давайте здесь еще сделаем и здесь. Далее. Посмотрим. Выберем их. И для каждого. Так, ну здесь сетка у нас, конечно, сильно искажена. Для каждого из них. Мы изменим прозрачность, ну, примерно до 25. Так, здесь у нас здесь. Здесь, так, здесь у нас нет пересечения до 25. Теперь нам понадобится еще один объект, который бы своим контуром повторял все наши тучки. Давайте вырежем и создадим еще один. Так, да. Давайте для него выберем заливку текстуры. Вот здесь библиотека примера и есть текстура облака полуденные. Цвет первый ставим потемнее. Окей. Добавляем прозрачность. Так, ну, я думаю, 50% будет достаточно. И вставляем объект, который у нас был в буфере, который мы вырезали. Так, посмотрим этот объект сверху, этот внизу. Что, если поменять их местами? Ctrl-Page Down, Ctrl-Page Up. Нет, пусть он остается наверху. То есть, если мы сейчас посмотрим в диспетчер объектов, то у нас вот это вот, значит, наши заготовки, как я понимаю. Так, вот они, да? Вот это у нас сетка. Так, так, так. А это текстура. Давайте все выделим и сгруппируем. Так, давайте все же торопиться не будем. Еще один объект создадим на основании границы. Закрасим его в черный цвет и с помощью формы удалим довольно большое количество узлов. Теперь посмотрим, чтобы узлы, с которыми мы будем работать, а именно крайние, были гибкими. Так, и вот создадим такую вот черноту. Внизу нашей тучи. Затем добавим прозрачность. Вот так. И теперь уже сгруппируем. Теперь нам нужно нарисовать сферу, в которой, собственно, болтается наша туча и пускает молнии. Рисуем сферу с помощью инструмента Ellipse с зажатой клавишей Ctrl. Раскрашиваем в белый цвет. И теперь мы должны сделать с помощью инструмента прозрачность так, чтобы в центре было все прозрачно, а по краям тоже прозрачно, но не на 100%. Радиальная. Так, давайте сзади сделаем какой-нибудь фон, например, синий. И будем вот так вот смотреть, так будет удобнее. Так, сведем на ноль. Ага, вот он, белый револьчик появился. Еще один маркер добавим. Вот здесь, скажем. Так, хорошо, давайте я остановлюсь на таком варианте. Но, в принципе, здесь можно еще поработать, чтобы эффект вот этой вот непрозрачности как бы округлял, создавал эффект объема сферы. Так, фон можно убрать. Кстати, какой бы здесь фон ни был, сфера будет всегда приобретать тот оттенок, который есть у фона. Это плюс, потому что мы можем эту иллюстрацию перенести на какой-нибудь другой фон. И нам ничего не придется менять. Убираем сферу на задний план. И с помощью инструмента «Ломаная линия» нарисуем траекторию движения нашей молнии. Так, сделали. Теперь выбираем художественное оформление. Здесь толщина мазка я поставлю 2. И вот он у нас нарисовался. Так, линию можно изменять. Корректируя положение узлов. В принципе, такая прямая молния не совсем реалистична. Давайте возьмем свободную форму и нарисуем что-нибудь дрожащее рукой. Вот такое. Так, отглаживание поставим поменьше. 20, скажем. Ну, что-то вот такое, да? Так, теперь снова художественное оформление. Так, 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 так. Я 22 поставил. Прошу прощения. 2. Угу. Ну, вот это уже более похоже на правду. Так, когда молния, значит, бьет с какого-то места и куда-то попадает, то и там, и там создается определенный ореол свечения. Этот ореол мы давайте с вами сделаем. Ореолом у нас послужит эллипс. Цвет ореола будет белый. Так, прошу прощения. Цвет ореола белый. Добавляем прозрачность. Прозрачность у нас радиальная. Причем мы должны, как бы, изменить настройки на противоположные. Так, да? Так, хотя мы сделали эллипс, не лучше ли нам сделать окружность? Что если попробовать? Ага. Так, сюда мы. Далее. Аналогичную фигуру мы должны нарисовать здесь. Но здесь у нас сфера, поэтому мы либо помещаем объект, который у нас обозначает вот эту вспышку, в сферу, как в контейнер, что, с одной стороны, не очень хорошо, потому что мы можем еще нарисовать молнии или удалить какие-то, и нам придется редактировать PowerClite. Либо мы можем изменить форму эллипса и уже ориентироваться на эту форму. В принципе, еще есть вариант с изменением с изменением режима вот здесь вот, но я его в данном случае тоже применять не буду, потому что у нас будет задний фон, и на заднем фоне этот режим он нам также покажет какой-то эффект, а он не должен выходить за рамки сферы. Поэтому давайте остановимся вот на этом варианте, на изменении самого, самой формы вспышки. Вы можете попробовать и другие варианты. Так, белый, и вот здесь, я думаю, прозрачность пусть будет линейная. Так, нарисуем фон, любой, control page down, и посмотрим, ага, слишком сильно у нас видать границу. Так, хорошо, что если делать радиальный? и у нас gendем. Так, и у нас обречено. Удалим адрес. Угу, ну наконец-то добился я. Добился я своего. Удаляем. У нас почти здесь сразу ничего не видно, поэтому я и держал этот эллипс синий как фон. Аналогичным образом давайте нарисуем еще несколько молний. Так, когда молния бьет с какого-то места и куда-то попадает, то и там и там создается определенный ореол свечения. Этот ореол мы давайте с вами сделаем. Ореолом у нас послужит эллипс. Цвет ореола будет белый. Так, прошу прощения. Цвет ореола белый. Добавляем прозрачность. Прозрачность у нас радиальная. Причем мы должны как бы изменить настройки на противоположные. Ага. Ага. Так. Хотя мы сделали эллипс, не лучше ли нам сделать окружность? Что если попробовать? Ага. Так. Сюда. Далее. Аналогичную фигуру мы должны нарисовать здесь. Но здесь у нас сфера, поэтому мы либо помещаем объект, который у нас обозначает вот эту вспышку в сферу, как в контейнер, что с одной стороны не очень хорошо, потому что мы можем еще нарисовать молнии или удалить какие-то, и нам придется редактировать PowerClip. Либо мы можем изменить форму эллипса и уже ориентироваться на эту форму. В принципе, еще есть вариант с изменением режима вот здесь вот. Но я его в данном случае тоже применять не буду, потому что у нас будет задний фон, и на заднем фоне этот режим он нам также покажет какой-то эффект. А он не должен выходить за рамки сферы. Поэтому давайте остановимся вот на этом варианте, на изменении самого, самой формы вспышки. Вы можете попробовать и другие варианты. Так, белый. И вот здесь, я думаю, прозрачность пусть будет линейная. Так. Нарисуем фон. Любой. Control, Page, Down. И посмотрим. Ага, слишком сильно у нас видать границу. Так. Хорошо. Что если делать радиальный? Так. Иfox. НА ИЛИА. Подписывайтесь на Broadway Норвест... Какое удивленное? … Какое зарядное? ... Так. Необорот. ну наконец-то добился добился своего удаляем и у нас почти здесь не сразу ничего не видно поэтому я и держал этот эллипс синий как фон аналогичным образом давайте нарисуем еще несколько молнии и так далее а вот здесь вот нужно нарисовать еще один отблеск но здесь особенность в том что если во всех случаях у нас молния бьет в край то здесь она бьет во фронтальную так сказать плоскость поэтому здесь блик будет другим точнее не блик а свечение хотя в принципе здесь механизм тот же самый эллипс даже не эллипс а окружность окружность ну раз уж не нарисовали окружность то ладно пусть будет такая вот фигура прозрачность радиальная теперь если мы сделаем фон задний и посмотрим как наши блики будут смотреться то увидим что здесь так достаточно ярко и можно в принципе здесь прозрачно сделать поменьше а здесь вот здесь они весьма бедно смотрятся поэтому их можно и нужно сделать побольше так ну давайте ограничимся этим туча у нас кстати говоря находится на уровне выше всех ну кроме молнии разве что в принципе основная часть урока закончена нам осталось нарисовать подставку это делать техники и еще что здесь можно сделать можно скопировать окружность удалить у нее заливку и добавить эффект линзы либо увеличение здесь уже посмотреть коэффициент либо что больше на мой взгляд подходит рыбий глаз это то что то сделаем так попробуем 75 да хорошо можно сделать в двух вариантах потом посмотрим а теперь давайте нарисуем подставку причем окружность мы все же скопируем зададим пустую заливку и все что мы нарисовали пока что у группируем потом мы добавим два варианта будет без рыбьего глаза и с рыбьим глазами посмотрим итак подставка на мой взгляд это самое легкое что нам сегодня выпало рисовать давайте нарисуем вот такой вот эллипс чтобы нижняя часть была примерно также выгнута как и окружность а далее нарисуем четырехугольник вот здесь вот так немножко сдвинем потому что у нас здесь могут произойти длительные скажем так обработки процесса и зальем пересекающуюся область с помощью интеллектуальной заливки поставим это дело на место с помощью инструмента форма поработаем над узлами тогда делаем их немножко выпуклыми а сразу же можно залить кстати говоря эллипс цветом пятьдесят пять шестьдесят и сто пятнадцать окей и переместить его на задний план далее нарисуем две кривых без ем которые будут повторять вот этот изгиб так сделаем копию кстати говоря вот здесь вот молния немного торчит немного выпирает но бог с ней но за счет того что она выпирает у нас может неправильно сработать интеллектуальная заливка поэтому вот это вот все хозяйство на волей-неволей придется немного отодвигать чтобы она у нас сработало идеально так аналогичное обрамление мы сделаем внизу здесь нам достаточно скопировать желтую подставку так давайте зеленым вспомогательный объект мы удалим давайте вот эту подушечку раскрасим так хотя в принципе немного мне не нравится давайте вот так вот что вот здесь вот делаем а то здесь грубовато получилось так раскрашиваем значит обрамление в виде наших полосочек мы раскрашаем цветом сто восемьдесят сто тридцать сорок окей это пока далее подушечку для подушечки мы просто скопируем заливку теперь для каждого объекта мы задаем градиентную заливку так здесь также сто восемьдесят сто тридцать и сорок а вот здесь вот уже цвет посветлее будет здесь тоже посветлее окей далее далее аналогичное действие мы делаем и с подушечкой так у нее цвет напомню пятьдесят пять шестьдесят и сто пятнадцать окей так здесь и здесь здесь посветлее здесь тоже посветлее окей так так еще один штришок так белый цвет сделаем чтобы у нас чтобы нам было лучше видно Возьмем вот эту вот желтоватую полоску пока в буфер обмена, вырежем ее А здесь воспользуемся интеллектуальной заливкой Теперь ее вставляем и никаких изменений не происходит Копируем свойства у нижней подушечки Ну и немножко стоит оградиент сдвинуть Так, в принципе можно сгруппировать Ctrl-Page-Down Так, да Ну и еще раз повторюсь, что я идею заимствовал из одного урока, который был выполнен в Растовом редакторе Мне было интересно узнать, можно ли что-то подобное нарисовать векторным Но я думаю, результат здесь далеко не конечный Здесь можно его, в принципе, долго нарабатывать Но давайте все же вернемся к линзе То есть мы с вами договорились, что мы сделаем два варианта Один с линзой, другой без линзы Так, разгруппировываем Вот у нас здесь окружность И для нее мы добавим линзу рыбий глаз Так, здесь 75% Окей Сгруппируем И здесь также мы сгруппируем Хотя, в принципе, абресы можно у самих сфер убрать Так как здесь полупрозрачное обрамление И их все равно будет видно везде Итак, я остановился вот на таком вот варианте Пусть здесь абрес немножко будет виден Теперь добавим фон Сейчас добавили Ну, не знаю, как вам Мне, в принципе, больше нравится вот этот вариант с рыбьим глазом Давайте его я оставлю И на этом мы занятие закончим Так, забавно Вот здесь вот торчит еще абрес Так, все, теперь не торчит Убрал я его На этом давайте занятие закончим До новых встреч